Время новостей на канале Абазан. В студии Неса Дубинина. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. Депутаты парламента внесли изменения в статью президента. Закон о выборах президента, касающийся подведения итогов голосования, изменили текст присяги президента Абхазии. Репортаж заседания сессии Народного собрания. Представители штабов кандидатов президента обратились в Центральную избирательную комиссию с просьбой внести изменения в протокол участковых комиссий. Предлагалось подсчет голосов провести по аналогии с законом о выборах депутата Республики Абхазия, так как закон о выборах президента Республики Абхазия не отражает, по их мнению, всех обязательных данных подсчета голосов. Депутат Валерий Агарба назвал предлагаемые изменения незначительными, но важными. Никакого кардинального изменения сути закона не предусматривается. Депутаты также обсудили закрепление в протоколе изменения по вопросу переносной урны. Предлагалось ввести отдельную графу для указания всех избирателей, которые проголосуют вне помещения избирательного участка. Однако присутствовавший на встрече председатель Центра избиркома Батал Табагу выразил мнение о том, что внесенные поправки могут вызвать некие затруднения у членов участковых комиссий. У нас сидят люди там, это деревни люди работают, которые не совсем сидят все с такими профессиональными... Другой он там графу, как говорится, неправильно запомнит, потом, как говорится, будет бегать за этим. У нас, я не скрываю, когда подсчет арифметический идет, иногда, как говорится, ну вы же сами знаете, как в народном месте иногда спотыкаются. Однако, по мнению большинства депутатов, подобные изменения помогут избежать возможные акты фальсификации. Единогласно депутаты поддержали внесение изменений к закону о выборе президента и приняли их в окончательном чтении. Депутат Саид Харазия внес на рассмотрение коллег обращение к спикеру парламента Валерию Ганба. Он предлагал дополнить текст клятвы президента обращением к Богу. С покон веков наш народ обращался в служение своему народу. Наши правители обращались в служение своему народу и своей стране к Севышнему. И мы хотим возродить эту традицию и надеемся на ваше понимание и вашу поддержку. Депутат Ахрабжаниевы сказал мнение, что изначально текст клятвы несет в себе сильный сакральный смысл, усиливать который не нужно. После обсуждения данный вопрос был вынесен на голосование. Большинство депутатов поддержали инициативу Саида Харазия. Илана Казамбаса, 40-й Агуха, Абаза ТВ. Меньше недели остается до дня голосования. Кандидаты в президент проводят активную агитационную работу, не упуская ни единой возможности для общения с избирателями. В Абхазском государственном университете состояла встреча научно-преподавательского состава и студентов с кандидатами в президенты. Приглашены на мероприятие были все четверо кандидатов, однако Мираб Кишмарий из-за запланированных ранее предвыборных встреч не смог прийти в Агу. В ходе встречи обсуждали самые актуальные вопросы, касающиеся как состояния современного образовательного процесса, так и общегосударственных проблем. Подробнее Леонора Гелаян. Представив трех присутствующих кандидатов в президенты коллективу и студентам Агу, ректор университета Олег Угварамя провел небольшой экскурс в историю госуниверситета и рассказал о проблемах вуза. По его мнению, сейчас то время, когда нужно разработать и принять закон о государственной целевой программе развития национального университета. Необходимо подготовить и принять закон о государственной целевой программе развития своего национального университета хотя бы на ближайшие пять лет. Олег Угварамя призвал всех кандидатов рассказать о своем видении дальнейшего развития абхазского государства и образовательной ее стороны в частности. Первым взял слово Аслан Бжания, который, поблагодарив научно-преподавательский состав и студентов, озвучил на его взгляд самые актуальные проблемы абхазского студенчества. Бжания коснулся как социально-экономических сложностей, так и проблемы с разобщенностью абхазского общества. Нам необходимо создать условия, при которых власть будет открытой и прозрачной. Мы должны задействовать такие механизмы, как общественный контроль над деятельностью министерства и ведомства. Такие механизмы работают во многих государствах и они очень эффективны в плане контроля над деятельностью власти в целом. Леонид Дзапшба ответил в своем выступлении, что АГУ – это зеркало нашей молодежи. И потому, в каком состоянии находится госуниверситет, можно судить и о ситуации в стране. Встать рядом с научно-преподавательским составом АГУ, по словам Дзапшба, – одна из основных задач команды, которая менее чем через неделю придет к власти. Все, что происходит в стране, автоматически все переключается сюда. По настроению, по тому, как идут дела в АГУ, можно судить о нашей стране. По словам кандидата в вице-президенты Саида Лолу, АГУ – визитная карточка Абхазии. Команда Мираба Кишмаре считает необходимое проведение образовательной реформы. Мы выводим на одно из первых мест проблему материально-технического оснащения, проблему заработной платы. Те размеры, которые существуют сегодня, я считаю, что унизительны для преподавателей. Рауль Хаджимба в своей речи тезисно рассказал о программе своей команды. По убеждению Хаджимба, главное сегодня – это абсолютно новая система. Перемены нужны, и в первую очередь они должны коснуться баланса ветвей власти, говорит Рауль Хаджимба. Баланс ветвей власти не предполагает минимизацию роли и значения президента, но означает усиление роли парламента в создании условий реального функционирования кабинета министра во главе с премьер-министром. Студентов в основном интересовали аспекты молодежной политики кандидатов в президенты. Звучали вопросы о создании рабочих мест, поддержке молодых семей и решении демографических проблем. Мы должны создать так называемый демографический банк, который изменит отношение совершенно по-другому к молодежной проблематике тоже, потому что это взаимосвязанные вопросы. Нужно изменить отношение к репатриации, потому что там тоже молодые, которые готовы к нам вернуться, которым нужно способствовать, адаптировать наших условий. Мы должны создать альтернативу на кодеках, я здесь согласен, потому что мы должны закрыть вброс распространения, а те люди, которые вовлечены, государство должно создать необходимые условия, чтобы они имели возможность для лечения. Встреча была прервана, так как многим ее участникам становилось плохо из-за жаркой погоды и палящего солнца. Однако, как заверили кандидаты в президенты, диалог с молодежью не должен и не будет прекращаться ни на день, не только в ходе предвыборной гонки, но и по ее окончании. Северо-Осетинская региональная общественная организация «Союз ветеранов-добровольцев отечественной войны народа Абхазии» ИР выступила с заявлением о поддержке всех решений ветеранов войны АРУА. Ветеранская организация выразила уверенность, что новое руководство Абхазии будет отвечать чаяниям народа Абхазии на переменные реформы, что послужит экономическому подъему страны и решению социальных проблем ветеранов-инвалидов войны. Собрание избирателей города Черкесска выступило с обращением в поддержку кандидатов в президенты Мираба Кишмария. Штаб кандидатов в президенты Аслана Бжания организовал пресс-конференцию с участием Михаила Логуа, бывшего вице-президента республики. Михаил Логуа отметил важность сохранения спокойного диалога между сторонниками разных кандидатов и ответил на вопросы журналистов. Репортаж Белла Кварча. Выступление на пресс-конференции Михаил Логуа попросил не расценивать как возвращение в политику. Бывший вице-президент подал в отставку полгода назад, мотивировав свой уход с состоянием здоровья. Логуа подчеркнул, что сегодня важно избегать нагнетания напряженности в обществе и заявил, что какой бы ни был исход выборов, сторонникам каждого кандидата необходимо принять их результаты. Я уверен, что все пройдет хорошо. Никто никогда не сможет подставить под сомнение волю народа. Выборы состоятся, народ скажет свое слово, у нас будет новый президент. Возвращаться в политику Логуа не собирается. После выборов он намерен заниматься бизнесом в Москве. Бывший вице-президент дал оценку событиям 27 мая в Сухуми. В частности, заявил, что они являются результатом некоторых ошибок в руководстве страны, в том числе и его собственных. Тем не менее, Логуа не оправдывает действия пришедших на мидинг. Что касается такого нечистоплотного способа ведения предвыборной агитации, как подкуп избирателей, то штаб Жанин заявил Логуа, такими вещами не занимается. Люди, которые вообще такую практику попытались вести, по-моему, это впервые было где-то в 2009 году. Я считаю, что эти люди очень нехорошее зерно вообще заложили в наше общество. И все-таки я выражаю надежду, что нашего гражданина, нашего человека, голос нашего человека не купишь. Один из вопросов касался деятельности Аслана Бжания во время Отечественной войны народа Абхазии. Аслан Георгиевич Бжания, как он не раз об этом заявлял, работал в службе безопасности Республики Абхазия. Человек в тяжелое для Абхазии время занимался своей непосредственной работой в службе госбезопасности. О своих достижениях он нам не рассказывал. Может, придет время, и он сможет поделиться с нами тем, чем он занимался конкретно в те годы. Логуа считает неверным нарушение свободы слова в СМИ. Он подчеркнул, что выражение своего мнения, даже неприятного оппонентам, необходимое условие развития государства. Что касается клеветы и оскорблений в СМИ, то нужно использовать возможность обратиться в суд или прокуратуру. На вопрос, является ли Бжания продолжателем политического курса Анкваба, Логу ответил. Человек идет от инициативной группы. У него свои намерения, у него свои взгляды на жизнь. У него человек самостоятельный, будет принимать решения самостоятельные. Вот те разговоры, которые ходят о том, что там чуть ли не вся команда Анкваба сохранится, далеко не так. Что касается паспортного вопроса, то Логуа выразил мнение о необходимости избегать излишней политизации этой проблемы. Ни в коей мере ничего не политизировать, ни в коей мере ничего не замалчивать, ничего не скрывать. То есть провести объективную работу, потому что проблема есть. И никогда мы от этого не отказываемся. Михаил Логуа также опроверг разговоры о намерении кандидата Бжания выбыть из борьбы за президентское кресло. Белла Кварчия, Рамо Камки, Абаза ТВ. Эксперты фонда Айна, Раслан Басария, Дмитрий Гварамия. Сегодня в Арсмира прокомментировали подписание кандидатом в президента Слан-Абжане общественного договора. По их словам, документ был подписан кандидатом после существенной корректировки. Подробности в репортаже Астанда Арземба. Договор общества с кандидатами в президенты, по которому последние принимают на себя ряд обязательств, например, по выработке государственной демографической программы, программы развития абхазского этноса и других, был подписан ранее рядом общественных организаций лишь тремя из четырех кандидатов. В минувшую пятницу под документом появилась подпись четвертого кандидата в президенты Аслана Бжания, а также сопредседателей партии Амцахара. Однако они подписали договор с существенными изменениями. Когда озвучивалось, что договор подписан со стороны штаба Бжания, озвучивалось то, что, по сути, был подписан приложенный документ. В этом приложении отмечается, что общая инициатива, она очень положительная договора. Отмечается, что договор в целом, он поддерживается полностью кандидатом в президенты Бжания Асланом Георгиевичем. В приложении отмечается, что без каких-либо комментариев и поправок кандидатам Бжания принимаются лишь пункт 1 положения 1 и 2, касающийся государственного суверенитета республики, и пункт 14 общественного договора, в котором речь идет о неприменении силы в случае возникновения споров по итогам выборов. Таким образом, Аслан Бжания согласился лишь с двумя из 14 пунктов общественного договора. «Принципиально и интересно то, чтобы каждый пункт в той форме, в которой он существует, в котором есть сроки, в котором есть определенные программы, был подписан в том виде, в котором он есть. У нас, как у общества, к сожалению, большому, я думаю, что не будет возможности с пункта 2 по пункта 13 предъявлять требования к Бжанию Аслану Георгиевичу в случае его избрания президентом без поломки Абхазии». Приложение к документу, разработанной командой Аслан Обжания, представляет собой ряд предложений и вопросов, на которые эксперты фонда Айнар дали ответы и комментарии. В частности, в приложении отмечается, что договор имеет противоречие. В его тексте отмечено, что он не предполагает навязывания определенного видения развития республики и не ставит жестких рамок, тогда как авторы договора указывают безусловную обязанность кандидатов в президенты реализовать все его положения. «В положение закладывают лишь определенные основы, базовые ценности и ориентиры развития абхазского государства, наиболее актуальные общественные идеи и инициативы. Конкретные направления и методики и программы развития будущий президент и его команда должны определять самостоятельно». Общественный договор не нуждается в каких-либо юридических мерах ответственности, отмечают его разработчики. Он предполагает публичное обещание кандидатов в президенты в случае избрания на высший пост страны послужить своему народу. В случае грубого нарушения договора вновь избранный президент рискует утратить политическую легитимность, отмечают эксперты. Астанда Артенба, Турник Амичба, Абазат ТВ. Отдел информации МИД Абхазии прокомментировал заявление премьер-министра Грузии Ираклия Грибашвили от 15 августа о готовности Грузии к примирению к выстраиванию отношений с абхазами с чистого листа. О необходимости примирения с абхазами заявляли все лидеры Грузии, включая развязавшего войну с Абхазией Шеварнадзе. Однако декларируемые благие намерения грузинского руководства обычно оборачивали своей противоположностью, отмечается в частности в комментарии. Как подчеркивает МИД Абхазии, сегодня на фоне примирительных слов грузинского премьер-министра продолжается активная политика Грузии и ее западных союзников по изоляции Абхазии, грубо попирающие о гуманитарные и социально-экономические права наших граждан. Белеси продолжает упорствовать в своей неконструктивной позиции по соглашению о неприменении силы между Грузией и Абхазией. МИД Абхазию вынужден констатировать, что подобные заявления грузинского руководства давно стали дежурными, не подкрепленными никакими конкретными действиями. Если руководство Грузии на самом деле хочет начать все с чистого листа и восстановить разрушенные связи, подразумевая учет интересов абхазов, то ему следует коренным образом пересмотреть свое отношение к республике Абхазия, преодолеть инерцию прошлого и выйти с предложениями об установлении равноправных цивилизованных отношений двух суверенных государств – Грузии и Абхазии. Отмечается в комментарии Абхазского МИД. Минувшие выходные в Министерстве обороны республики принимали присягу курсанта, военнослужащие срочной службы, которые уже в ближайшие дни отправятся на учебу в различные военные вузы Российской Федерации. В этом году таких военнослужащих в Абхазии 37 человек. Год от года растет количество ребят, которые решают посвятить себя военному делу. А наш стратегический союзник Россия помогает осваивать новую специальность в этой области. Товарищ полковник, личный состав курсантов, поступающих в вузы Российской Федерации для принятия воинской присяги, построены. Присяга – всегда один из главных этапов в жизни военного человека. Для абхазской армии, которая в последние два десятилетия находится в состоянии перманентной войны с Грузией, присяга неформальность или красивые слова. Это клятва на верность Отечеству, идущая от сердца его сынов, которым суждено стоять на страже мира и покоя граждан Абхазии. Курсант Сопов для принятия воинской присяги прибыл. Принять воинскую присягу. Есть. Я, Сопов Митропан Александрович, торжественно присягаю на верность своей родине, республике Абхазия. Клянусь свято соблюдать конституцию республики Абхазия, строго выполняя требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь быть преданным и достойным защитником своей родины, ее независимости и суверенитета. Сегодня на плацу министерства Lehrer Обороны слова присяги произнесли 37 курсантов, которые зачислены в различные военные вузы Российской Федерации от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. Взаимодействие военных ведомств двух стран в сфере образования началось еще в 2010 году. С каждым годом растет количество новых специальностей, которые осваивают наши курсанты в России. Хотелось бы отметить, что в этом году, например, мы впервые отправляем курсантов на обучение в Костромскую академию радиационной и химической бактериологической защиты и в Рязанское воздушно-десантное училище. Вступительные экзамены наши курсанты сдали в Абхазии, и большинство из них получили высокий балл. Болеть за своих воспитанников и ждать их возвращения на родину будут не только их наставники, офицеры Минобороны Абхазии, но и родители, которые в этот ответственный день пришли поддержать своих сыновей. Сегодня радостный день для нас, так как сын повзрослел, принимает присягу, будущий защитник Родины. Для меня это большая честь. Мой сын, дец Барустан, он поступил в Абхазии, инженер-строитель военной академии в Питер. У меня Аша. Всем спасибо. Дай Бог, чтобы он был достойным, чтобы он вернулся в Абхазию достойным человеком. Это для него как бы призвание, потому что он с малых лет, он мечтал быть военным. Его брат старший военный, он тоже хочет быть военным, служить своей Родине. Боевой настрой военнослужащих не оставляет и тени сомнения в том, что краснеть за них не придется. Долго ждали этого дня, если честно, уже сил под конец оставалось, но наконец дождались. Очень рады, торжественное настроение такое. Спасибо всем нашим стажерам, старшему лейтенанту. Особенно большое спасибо за то, что подготовил нас. Мы к этому дню все вместе, вот ребята, шли очень долго. Мы знали, что на кону очень много стоит. Стоит защита будущего нашей Родины, стоит очень долгая работа, то есть работа над собой в первую очередь. И вот что хотелось сказать, мы преодолели, конечно, этот трудный барьер для нас. Это очень была психологическая атака такая. Но я думаю, что старт мы начали удачно. Надеюсь, что финишируем тоже удачно и вернемся на свою Родину. Впереди у ребят годы учебы и тренировок. Но беспокоиться родителям нужно лишь об их успеваемости. Проживание и довольствие курсантов из Абхазии в полном объеме обеспечивает правительство России. Они будут получать и российскую стипендию. Рустам Зантария, ССР Куагуха, Абаза ТВ. У жителей Гулиребского района без преувеличения праздник. После капитального ремонта открыт Дом культуры. Два года продолжались ремонтно-восстановительные работы объекта. Затрачено 87 миллионов рублей из российского комплексного плана. Капитальный ремонт здания не проводился с далеких 70-х годов. В аварийном состоянии находились не только фасад здания, но и все инженерные коммуникации. Это долгожданное для Гулиребского района событие прошло в торжественной обстановке. Репортаж Иллена Лолуа. Красную ленточку в торжественной обстановке перерезали исполняющие обязанности премьер-министра Владимир Делба и посол России в Абхазии Семен Григорьев. Слова благодарности звучали в адрес руководства Российской Федерации, которое продолжает финансировать строительство социально-культурных объектов в Абхазии. Благодарен, во-первых, строителям, во-вторых, всем в Абхазии, кто способствовал качественному и эффективному использованию российской финансовой помощи, в частности, на примере этого прекрасного Дома культуры. Гулиребский дом культуры преобразился до неузнаваемости. Ремонт затронул все его помещения, сцену, зрительный зал на 400 мест, фойе, аппаратную, танцевальный зал, санузлы, стены облицованы декоративно-штукатуркой. Гримёрных всего пять. В эту комнату не стыдно пригласить артиста мирового уровня. Были заменены электропроводка и пол, установлены вентиляционные и противопожарные системы. Во дворе восстановлена электрическая котельная. Проект реконструкции и ремонта здания разработан в госкомпании «Абхазстрой». Её руководитель Руслан Тванба рассказал, что использовались современные строительные материалы. Здание практически строилось давно очень. Половина этого здания из камня сложена, половина из кирпича, половина из блоков. Нам пришлось, чтобы с весьма стойкостью довести хотя бы до семи баллов. Много чего здесь усиливать конструкции пришлось, начиная с чердачного перекрытия с фундамента, со стен. И в результате получилось такое здание, где не стыдно будет приглашать большой величины артиста. Над светом и техническим оснащением сцены работали специалисты российско-абхазской фирмы «Мир музыки и света». Пол сцены сделан из лиственницы, а вестибюль и лестничный пролёт облицевали гранитом из Украины. Кресла для зрительного зала привезены из Польши. Люстры заказаны в Санкт-Петербурге. До ремонта мы сами своими силами оформляли лист цены и все эти мероприятия своими силами. Было такое, что мы из дому приносили что-то, чтобы было красиво здесь. А сейчас у нас всё есть. Есть все условия, чтобы открыть здесь театральную и художественную студии. Ну и, конечно, приглашать творческие коллективы из России. Здесь будут проходить конкретно хореография. Это не вновь начатое дело. Здесь и проводились занятия студии кавказского танца «Морох», созданной три года тому назад. Занятия вокальной эстрадной студии «Микс», которой тоже уже около шести лет. Ну и занятия будут проводиться в том режиме, в котором они проводились. Восстановлена и главная ценность Дома культуры – панно «Древо жизни» художника Валерия Гамгия, автора государственной символики. Эту кропотливую работу провели художники-реставраторы из Танкт-Петербурга. Первый после ремонта большой концерт планируется провести в сентябре. И, конечно, он будет посвящен Дню Победы. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» организует прием детей до 18 лет ведущими кардиологами Томского научно-исследовательского института кардиологии Минздрава России. Запись производится до 24 августа по телефону 773-50-50. Как сообщают представители фонда «Ашана», на лечение тяжелобольной Сарии Кишмаря собраны необходимые денежные средства. За неделю наши граждане пожертвовали для маленькой девочки 1 млн 276 тысяч 724 рубля. Из этой суммы 850 тысяч пойдут на курс лечения, который необходим Сарии сейчас. Оставшиеся средства будут направлены на последующее лечение девочки. Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации передаст 12 фильмов об Абхазии, снятых за период с 30-х по 70-е годы 20-го века, сообщает Апсенпресс министр культуры Бадра Гумба. Он уточнил, что в настоящее время стоит вопрос заключения договора с Госфильмофондом о передаче двух документальных фильмов в гостях у старейшин 1949 года и через лесную дорогу или под властью Адата 1930 года. Это советская кинодокументалистика, посвященная быту, традициям и обычаям абхазов. Сейчас страницы истории Абхазии. 17 августа 1954 года родился Гарри Купалба, общественный и государственный деятель Абхазии. Бывший председатель ЦИК 2000-2004, сейчас представитель преддестровья в Абхазии. 17 августа 1968 года ушел из жизни первый профессиональный абхазский художник Александр Чачба. 17 августа 1992 года МИД РФ выступил с заявлением в связи с осложнившейся обстановкой в Абхазии и создавшейся угрозой для находящихся там на отдыхе российских граждан, среди которых в результате происходящих в Сухуме столкновений имелись жертвы. 17 августа 1992 года по распоряжению адмирала Черноморского флота Касатонова в Сухумский порт прибыло большое госпитальное судно Енисей Черноморского флота для эвакуации отдыхающих. 17 августа 1994 года был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Республикой Татарстан. 18 августа 1938 года родился абхазский скульптор Виктор Елизбарович Иванба. 18 августа 1955 года родился Батал Самсонович Кубахи, герой Абхазии, общественный деятель, депутат парламента 2007-2012 годы. 18 августа 1992 года грузинская сторона, нарушив договоренности, вводит войска в Сухум и захватывает его. А министр обороны Грузии Тенгиз Китавани заявляет, что абхазская кампания подходит к концу. 18 августа 1992 года российская авиация эвакуировала более 3000 человек. В этом участвовали 15 самолетов. Только 15 августа ими сделано 7 рейсов и вывезено 472 человека. 16 августа 12 рейсов – 2200 человек. Но основная масса эвакуированных была вывезена морским путем. Их 18 августа 1992 года президиум Верховного Совета Республики Абхазия принял постановление об образовании Государственного комитета обороны во главе с председателем Верховного Совета Абхазии Владиславом Ардзенба. В руках ГКО была сосредоточена вся власть в стране. Командующим вооруженными силами был назначен полковник Виктор Кокали, начальником штаба полковник Султан Сосналиев. Также 18 августа 2009 года секретарь Совета Безопасности Абхазии Станислав Лакоба подал в отставку. По его словам, причиной отставки стали события, связанные с принятием поправок к закону о гражданстве Республики Абхазия. Идеальную пару из числа молодоженов 2014 года выбрали в Абхазии по версии читателей журнала «Свадебный сезон». Каждый мог отправить смс-сообщение и отдать голос за понравившуюся пару. Более 800 человек проголосовали за Радмилу Гуня и Александра Цикутания. А награждали победителей в торжественной обстановке на вечеринке в одном из ресторанов «Нового Афона». Главное – взаимопонимание. Постановили участники конкурса «Идеальная пара». По версии молодоженов, именно на терпении и уважении друг к другу держится семья. Такой ответ дали все молодые люди на вопрос, что же делает пару идеальной. Лично я, если буду стараться, например, объяснить смысл этих двух замечательных слов «Идеальная пара», то, скорее всего, для меня это, во-первых, взаимопонимание, которое у нас, к счастью, есть. Надеюсь, оно и дальше у нас будет. Это понимание того, что для тебя твоя пара – это идеальная пара. Надеюсь, что это взаимно. Да, Денис? Да. Ну, как бы, не знаю. Это понимание того, что ты счастливый человек, что ты нашел то, что тебе нужно было по жизни. Для меня вообще, вот как рассказала Милана, взаимопонимание, тем более, как я танцехолог, для меня важно, когда люди с полу слова понимают. Конкурс «Идеальная пара» проводится второй раз. Его организует журнал «Свадебный сезон». Издание, позиционирующее себя не только как рекламный проспект, но и как культурно-просветительский проект, призванный укреплять абхазские семейные традиции. Вообще, цели и задачи нашего конкурса «Идеальная пара» – это укрепление семейных вкус, сохранение и бережное отношение к национальным традициям, пропаганда культуры, сохранение семейных ценностей. И проведение такого рода мероприятий привлекает внимание общественности к проблемам молодой семьи. Молодожены признавались, что звание «Идеальная пара» накладывает определенную ответственность. Радмила Гуни и Александр Цикутания, которые стали победителями конкурса, уверены, что у них будет большая и дружная семья. Для каждого «Идеальная пара» она, наверное, субъективна. Для нас это дружная семья, много детей и гармоничная семья. Подарки участникам конкурса и гостям торжества предоставили многочисленные спонсоры. А музыкальное сопровождение обеспечили не менее идеальное, да еще и музыкальная пара «Хибла-Мукба» и «Автоканджария». Для молодоженов спел также Александр Шоу, который без своей творческой половинки, видимо, почувствовал себя на вечеринке не слишком комфортно и, исполнив две композиции, ушел. Восемь пар приняли участие в конкурсе, пять из них присутствовали на вечеринке. Одна стала идеальной. Но это по версии читателей журнала «Свадебный сезон». А на деле, в мире, где, говорят, нет ничего идеального, каждый из супругов наверняка друг для друга самый лучший. В Гагре стартовал международный теннисный турнир памяти героя Абхазии Арзамета Тарба. В нем принимают участие спортсмены из Абхазии, России и других стран СНГ. Завершился седьмой международный турнир по настольному теннису, посвященный памяти первого президента Федерации настольного тенниса Абхазии Умара Кварчия. В соревнованиях приняли участие 74 теннисиста. Это 11 команд из разных городов и районов Абхазии, России, Южной Осетии, Приднестровья и Карабаха. Главный судья – Игорь Ерофеев, судья международной категории. С 14 по 17 августа в Сухуме в Дюш-Игр проходил 11-й открытый чемпионат Абхазии по настольному теннису и первенства среди инвалидов-ампутантов. В чемпионате участвовало 85 спортсменов из 16 городов Абхазии, России и Южной Осетии. Главный судья – Игорь Ерофеев. Сейчас о погоде в Сухуме. По сообщениям синоптиков, 19 августа в столице ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днем плюс 32, ночью 26 градусов тепла, морская вода плюс 28. На этом пока все. Удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова